Всем привет! Меня зовут Анастасия Тарасова, а это программа Stories на телеканале Atomicen Business. Каждую неделю наша команда находится в поиске интересных историй из мира современного искусства, креативных индустрий и городских активностей. И каждую неделю мы делимся с вами своими открытиями. Еще один предновогодний выпуск готовим мы для вас сегодня. Отправляясь на съемку, я подумала, что сейчас необходимы именно хорошие новости. Неважно, большие, маленькие, но именно хорошие. И декабрь для этого, наверное, самое благодатное время, потому что все стремятся завершить свои дела, которые так откладывались в течение года. Только вчера, когда мы с семьей маялись, куда же отправиться в выходной день за новогодним настроением, то сегодня повод случился сам собой. В Алматы в центральном выставочном зале открылась выставка «Ретро-елка», где представлена уникальная коллекция елочных игрушек. В моем детстве это был целый ритуал, когда с антресолей доставали елку и коробки с игрушками, когда каждое украшение было с какой-то определенной историей. И не дай бог, что разобьется или сломается. Уже потом елочное стекло заменил пластикой производством. Но все еще есть люди, для которых елочная игрушка – это ценность, хобби и даже семейное дело. Давайте поближе познакомимся с коллекцией алматинской семьи Крутко, а расскажет нам об этом куратор выставки Татьяна Козухова. Татьяна, добрый день! Я вижу, какой большой поток людей идет на экспозицию. И вот пока есть немножко свободного пространства и времени, я бы хотела, конечно, схватить ваше внимание, потому что вы очень интересно рассказываете о том, что здесь представлено. И вот давайте начнем, наверное, вот с этих витрин, с этой елки, потому что каждый уголок этой выставки, он сформирован в каком-то определенном направлении. Да. Настя, добрый день! Спасибо за внимание к нашей выставке. Когда меня просят рассказать о выставке в двух словах, я говорю, что могу обойтись одним – уникальность. Здесь каждая витрина, каждая елка, как вы правильно заметили, они разделены по периодам, они уникальны. Вот, например, эта витрина – это витрина советской символики. И по елкам это не столько даже про Новый год, про праздник, про игрушки. Это история. История семей, история государства. Потому что вот Гагарин полетел в 64-м году, пошла серия игрушек, космонавты, ракеты, все что угодно. И вот здесь вот у нас на этой витрине представлена символика – шарики со звездочками, космонавты, парашютисты, дирижабли. Сейчас молодежь уже не знает, что такое дирижабли. И эта игрушка, она сделана из картона, на вид она, может быть, кому-то покажется тусклой, неинтересной. Она редчайшая, потому что как только прекратились дирижабли, соответственно, прекратился и выпуск игрушек дирижабли. И поэтому эта игрушка, она в единственном экземпляре. Вот здесь вы можете видеть коробочку «Так упаковывали детям подарки на Новый год». И она тоже в символике, в ракете, открытке представлены. Звезды кремлевские, соответственно, куда же без них. Ну, меня, конечно, привлекают вот эти фигурки Деда Мороза, Снегурочки. Потому что я еще застала немножко Советское время, Советский Союз. И, ух, как это было круто иметь такого Деда Мороза под елкой. У меня лично его не было. У моей тети я просто с завистью смотрела. Вот что это за экспозиция? Вы говорили, что часть из них сделаны на алматинских фабриках. Да, смотрите, здесь такой тоже небольшой секрет. Это еще одна уникальность нашей выставки. Слово «уникальность» здесь будет постоянно. Вообще хозяйка, коллекционер, хозяйка всей этой коллекции, большое спасибо, Светлана Крупко. Она многогранный коллекционер. И она собирает не только игрушки разных периодов, но и Дедов Морозов. Эти Деда Морозы, они периодов 30-40-х годов. Они очень хрупкие, потому что сделаны по технике, когда вата обтягивается папиросной бумагой. Их нежелательно трогать руками, потому что бумага пачкается, берет жир с пальцев и рвется. Поэтому вот они у нас стоят немножко так отдельно. Люди могут смотреть, любоваться этими Деда Морозами разными. И есть два уникальных таких экспоната. Я обращу ваше внимание, это две девочки. Это не снегурочки, это просто девочки. Одна замотанная в платок, как раньше детей вот так вот оборачивали. А вторая со снежком, то есть это девочки вышли на прогулку, там поиграть в снежки, покататься на санках. Чтобы такой дать старт нашей экспозиции, мы дальше пойдем по ходу. Я хотела, чтобы вы рассказали о елках, потому что они тоже здесь не просто так выстроены и наряжены, а очень в тематике определенной. Да, вот посмотрите, это елка современная. И мы немножко подсветили ее современной гирляндой, потому что иначе игрушки казались бы тусклыми. Но они очень ценные, елка действительно уникальна. Потому что это не просто елка военного времени, это елка с игрушками сделана в военное время. Это получается, когда все для фронта, все для победы. Вот я обращу ваше внимание, вот эти вот звездочки, они сделаны из обрезков кабеля на фабрике МОЗ-кабель, который обеспечивал какую-то прифронтовую связь, скорее всего. Вот звездочка, которая выдавлена из остатков фольги. Вот этот шарик желтый, он сделан из лампочки. То есть вход, шло, все. Таня, я обратила внимание на посетителей. И это очень много людей в возрасте. Люди, которые, наверное, приходят сюда за своими воспоминаниями. Люди, которые приводят своих, даже не детей, наверное, внуков, чтобы рассказать о ценностях. И, конечно, лично меня очень сильно какие-то свои семейные истории накрывают эмоции, воспоминания даже от каждой открытки. Не то, что от игрушек. Вот интересно спросить вас. Можете поделиться наблюдениями, как люди принимают сейчас эту выставку, какие впечатления производят? Конечно, могу, потому что мне само очень интересно за этим наблюдать. Знаете, вот три момента. Все заходят и говорят, вау. Второе, у меня такое есть. А третье, знаете, когда люди выходят, они слегка приглушенные, как будто вот внутри что-то сохраняют, боятся расплескать. Возможно, это какое-то воспоминание как раз из детства, потому что многие, даже взрослые люди, возрастные, как вы правильно сказали, начинают говорить, а я видела эту игрушку у себя в детстве, а это есть у моей мамы, а моя мама не разрешает это выбросить до сих пор. И вот люди выходят, вы знаете, наверное, когда они приходят, они ожидают, что ура, ну, после пандемии, Новый год, выходят другие эмоции. Они выходят, потому что это прикосновение к истории, это прикосновение к искусству, потому что это все произведение искусства. И мне очень нравится, я поэтому каждого посетителя провожаю сюда, я очень люблю смотреть на вот это, когда у них загорается глаза, и они выходят, и, знаете, потом приглушенно, боясь спугнуть вот это состояние, они благодарят. Да я просто сейчас понимаю, что мы все привыкли к тому, что Новый год – это действительно такой какой-то шумный праздник, какой-то полный, не знаю, событий, там, новостей, всего-всего. А здесь как раз вот эта вот именно атмосфера личной тишины, она тебя неожиданно абсолютно захватывает. Нам кажется, что мы знаем про Новый год все. Оливье, ирония судьбы, ну что там, я лучше на Мальдивы съезжу, да, хоть какая-то экзотика. На самом деле нет, у самого праздника древние корни. Это своего рода был наурыз, только осенью праздник урожая, и деревцы украшали плодами, чтобы следующий год был плодородный. Вот, потом в Европе и в России во времена Петра I праздник стал праздноваться в январе. У нас в январе единственное прилично выглядящее дерево – это елка, оно живое и зеленое. Украшали опять-таки яблоками и фруктами. Смотрите, вот это самая старая наша елочка, викторианская, дореволюционная. Мы на нее повесили мандаринки и яблочки, и вифлеемская звезда. Вот, но после революции праздник стал считаться буржуазным пережитком, нежелательным. И с 1928 по 1935 годы в Советском Союзе Новый год был просто запрещен. Его не то что не праздновали, за это наказывали. Понимаете, вот этого про Новый год, как правило, никто не знает. Ну и вот мы остановились с вами у самой богатой елки. Вы сказали, что эта елка у вас кремлевская. Кремлевская елка была самая красивая, самая большая, самая увешана игрушками и самая действительно богатая елка в стране. И здесь вы видите игрушки разные, крупные, блестящие. Есть апельсины, есть колокольчики, есть ромашки, часы. То есть вот здесь все многообразие представлено, и не в каждом доме могло быть такое количество игрушек. Игрушки таких размеров и такой богатый набор. Кроме того, я обращу ваше внимание, елка украшена стеклянными бусами. Бусы такой сохранности, это крайне редкая вещь. Вот я обращу ваше внимание на шар. Вот смотрите, он большой, нарядный, но кажется достаточно простым. Вот на самом деле шар как раз продолжение того праздника, урожая со стародавних времен, потому что есть две версии появления шарика. Первая – это когда год был неурожайным. И привлекать богов будущего было нечем. Стеклодувы нашли выход, они выдали просто стеклянные яблочки и стали использовать их. По второй версии у одного стеклодува не было денег на еду. И тут было, либо ты кормишь семью, либо ты украшаешь дерево. И он из того, что у него было под рукой, просто сделал яблочки. Еду семье, богам яблочки стеклянные. И это настолько понравилось всем людям, что после этого артель немецкая стеклодувная стала делать шарики. То есть даже шарики, к которым мы привыкли, они имеют свою какую-то историю. Я благодарю вас за такую мини-экскурсию для всех тех, кто, не знаю, не успевает посетить выставку или смотрит нас из других городов. Мне кажется, очень здорово. Вы передаете эмоции от каждой вещи, которая здесь находится. И действительно создается это настроение. И я понимаю, насколько каждая вещь содержит вот этот самый элемент счастья, за который мы все так бегаем в Новый год. И так бывает же, что праздник приходит, а ты не знаешь, где найти это праздничное настроение и за что зацепиться. Мне кажется, ваша выставка – абсолютный рецепт. Если ты унываешь, если у тебя все не клеится, если какие-то проблемы на работе или в семье, мне кажется, надо прийти сюда и немножко посмотреть на вещи по-другому. Совершенно верно. Ну что ж, оказавшись рядом с такой шикарной елкой, в такой компании коллекционных Дедов Морозов, осталось самое правильное – это загадать желание. Конечно, не знаю, меня переполняют эмоции и желаний очень много. В первую очередь нужно хватать своих детей, во вторую – своих родителей и приводить их на выставку сюда, в центральный выставочный зал. До конца декабря будет идти эта замечательная экспозиция. И вот так, наверное, именно так нужно начинать подготовку к Новому году. С самого что ни на есть праздничного настроения. С вами была программа Stories, телеканал «Атамикен Бизнес». Меня зовут Анастасия Тарасова. Загадываю желание увидеться с вами через неделю. Пока!